МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ведь рассказывают, что когда-то наш автопром не тушевался на мировом рынке, а иной раз и моду ему задавал. Где правда, где вымысел? Давно это было, еще при советской власти. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Московский завод малолитражных автомобилей МЗМА. Май 1967 года. У трудового коллектива знаменательный праздник. С конвейера сошел миллионный автомобиль марки «Москвич». Четырьмя месяцами раньше под звуки оркестра в Приволжской степи был вынут первый ковш грунта на строительстве гигантского автозавода. Это событие стало прологом драматической истории взаимоотношений отечественных автотрадиций и зарубежных новаций. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разочаруем поклонников детективного жанра. В данном случае резидент, то есть тот, кто постоянно находится на территории страны и подчиняется ее законам, это автомобиль «Москвич». А иммигрант, то есть пришелец из иного мира, со своими правилами и традициями, – «Жигули». Или «Копейка», или «Лада», или, извините, «Тазик». Как только не называли машины этого семейства, за 40 лет их производства. Но обо всем по порядку. Народный автомобиль появился в СССР еще до войны. Правда, дальше слов дело не пошло. Малолитражек КИМ-10 собрали менее 500 штук. К тому же ни одна из них так и не попала в личное пользование. Вторая попытка состоялась в 47-м году в канун 800-летнего юбилея столицы Советского Союза. В свободной продаже появился «Москвич» 400 по цене 8 тысяч рублей за штуку. Гражданин СССР мог скопить деньги на его покупку за год, если бы ничего не ел, не пил и ходил раздетым. Так что счастливых обладателей собственного авто по началу было немного. Но то ли благосостояние населения возросло, то ли клады народ начал находить. Короче, в середине 50-х годов в советском обществе появилось устойчивое явление «Очередь за машиной». Записавшись году этак в 54-м на «Москвич-401» стоимостью 9 тысяч рублей, покупатель лишь в 57-м мог стать владельцем 402-го «Москвича», выложив за него уже 15 тысяч целковых. Впрочем, радость от обновления модели автомобиля смягчала нокаут нанесенной семейному кошельку. При виде этого нового автомобиля «Москвич», наверное, дрогнут сердца владельцев «Москвича» старой модели. Какая изящная комфортабельная машина. Сравните, вот старый «Москвич» и как выгодно отличается от него новый. Чем же именно? «Москвич-400», а затем улучшенная «401-я» разновидность шаблонно повторяли «Опель Кадет» образца 1938 года. Странный выбор. Среди народных германских машин имелись изделия и посовременнее. Но приказ начальника, в данном случае товарища Сталина, закон для подчиненных. Иосифу Виссарионовичу приглянулась именно эта легковушка. И о других он слышать не хотел. История производства первого «Москвича» обросла былями и небылицами. Поначалу считалось, что все оборудование и документацию вывезли из Германии по репарации. Позднее стали писать о самостоятельной разработке «Москвича» по уцелевшим образцам немецкого прототипа. Мелькали и вовсе экзотические воспоминания про тайный обмен чертежей на чемодан денег. Но существует еще одна версия, подтвержденная документами. В 45-м году из полуразрушенного завода в Рюссельхайме удалось забрать лишь часть станочного парка и оснастку для производства шасси. А всю техническую документацию, кузовные штампы, деревянные мустер-модели и даже двигатель заново разработали немецкие инженеры. Но, быть может, не разработали, а привели документацию в соответствие советским нормалям. Ведь на все про все им отводилось лишь 120 дней. Как бы там ни было, творческий коллектив из трех сотен германских специалистов под надзором советской военной администрации трудился и на страх, и на совесть из-за хорошей продуктовой паек. Приказ Сталина выполнили вовремя. Через два года после окончания войны с конвейера московского автозавода начали сходить народные автомобили. И вот в 56-м году на смену обрусевшему Опелю приходит наш собственный, оригинальный москвич. Похожих автомобилей много. И, так сказать, когда человек хочет найти сходство, он его обязательно найдет. Это как дитя родилось. На кого? На папу или на маму похож? А там еще ни на кого похож быть не может. К мнению кадрового сотрудника завода маловитражных автомобилей стоит прислушаться. И все же рассмотрим несколько старых фотографий. Форд Консул 54-го года. А это один из макетов 402-го москвича. Снова Форды, префекты Англии. Опять москвич, ранний вариант дизайна. Похоже. Но можно найти еще дюжину машин, у которых в лице, да и в хвосте найдется много общего. Получается, что все друг за другом подсматривали. Да, автодизайн – материя тонкая. Хотя и вынужденная подчиняться жесткому диктату производства. Ведь очень важно, когда определяешься со стилем, помнить о технологии. Ведь можно сделать красивый стиль, который невозможно реализовать. Или возможно реализовать за огромные деньги. Внешностью москвича 402 занимались художники Горьковского автозавода. Поиск формы элегантного, но недорогого в производстве кузова привел к вариациям на тему «Волга». Впрочем, в этом был позитивный момент. Появился повод говорить о новом советском стиле легковых автомобилей. Москвичи успешно прошли испытания на дорогах Подмосковья, Нечерноземья, Крыма. Машины уверенно вели себя и на автотрассах, и на глубоко пересеченной местности, что было особенно ценно в условиях соцреализма. Идущие в общей колонии английский «Хиллман», французская «Синка» и германский «Форд» проиграли москвичу почти во всех дисциплинах. Зачетный пробег возглавил Александр Андронов, главный конструктор МЗМА, теоретик и практик проектирования малолитражек. Быть может, «Москвич-402» не стал шедевром прикладного искусства, но от предшественника отличался разительно. Отапливаемый просторный салон, гнутые передние и задние стекла, телескопические амортизаторы, мигающие указатели поворота и радиоприемник. Подобным элементом роскоши могли похвастаться далеко не все западные одноклассники. Одна беда – двигатель новому «Москвичу» достался от старой модели. 35 лошадиных сил. С этой проблемой справились довольно быстро. В 1958 году появился «Москвич-407» с мотором мощностью 45 лошадок. Десять дополнительных скакунов под капотом изменили статус народного автомобиля. Теперь его можно было загрузить туристическим скарбом, усадить троих пассажиров и отправиться к Черному морю, развивая скорость 115 километров в час. Десятки тысяч советских семей, объединенных клубами автопутешественников, проводили уикенды отпуска на колесах. Придорожные гостиницы были редкостью, так что почивать приходилось в машине. На биваках «Москвич» превращался в ту спальную кровать. От незваных гостей имелась защита. Три двери блокировались ручками изнутри салона. А вот водительскую приходилось закрывать таким манером – опустить боковое стекло и самого себя снаружи запереть ключом. Москвичи пошли в широкие народные массы, то есть стали таксомоторами. Впрочем, эксперимент оказался провальным. Не выдерживали малолитражки режима круглосуточного извоза, в отличие от более выносливых «Волк». Ты что? Что, развалилась твоя ракета? Россия, мути! Зато стала реальностью зимней эксплуатации москвичей. Достаточно емкий аккумулятор крутил стартер при глубоком минусе по Цельсию. Вот только не забыть бы вечером слить воду из системы охлаждения. Эпоха моторных антифризов в СССР еще не наступила. Специфика национальных дорог породила особую разновидность москвича. Вездеход на базе седана – советское ноу-хау. За четыре года было выпущено порядка 11 тысяч экземпляров полноприводных москвичей. Для столь экзотической продукции – отличный показатель. А как воспринимали москвич за рубежом? Вот быль, похожая на небылицу. В 60-е годы более половины продукции МЗМА отправлялась на экспорт. Я знаю, что, так сказать, москвичи прекрасно покупали английские докеры. Они там шли на ура. Хронику с британскими москвичами мы не нашли. Зато обнаружили кадры омовения советской машины во дворе Будапештской новостройки. Отец семейства, похоже, не разочарован выбором личного автомобиля. Как не были в обиде австрийцы, финны, бельгийцы, немцы, греки, а также покупатели из стран Латинской Америки, Центральной Азии и Ближнего Востока. В 60-е годы москвич приносил родине немалую валютную выручку. Вы знаете, что «Москвич-403» был, вообще, так сказать, звездой бруссельского автомобильного салона? Оказывается, и внешность была. Ничего. Минуточку. Откуда взялся «403-й», когда мы уже рассказывали про «407-й»? Ошибки нет. Более совершенная модель «Москвича» имела численный индекс меньше, чем у предшественника. Вот такая нелинейная логика. Переходная модель «403» внешне отличалась лишь металлическим гребешком на капоте, взамен пластмассового флажка, да новым рулевым колесом. Зато внутри улучшенная передняя подвеска и 50-сильный мотор. На экспорт шли машины с особым экстерьером. Зубастая решетка радиатора а-ля щелкунчик, широкие кузовные молдинги, стильные задние фонари. Ежедневно с территории МЗМА отправлялась до двух сотен машин, в том числе вот такими автовозами на 8 посадочных мест. Но что это за странные москвичи загружаются в трейлеры? Разве в те далекие годы у нас уже выпускали универсалы? Да, только физическим лицам они не доставались. Считалось, что грузопассажирский автомобиль провоцирует владельца на незаконную трудовую деятельность. Такие машины отправлялись в госучреждения геологам, почтальонам, ремонтникам или, как можете убедиться, уходили за рубеж. Но ничтожное количество универсалов оседало в руках частникам по спецразрешению, а проще по блату. Отсюда мораль. На подобной машине не мог ездить порядочный человек. Вот яркое тому подтверждение фрагмент из фильма «Белорусский вокзал». Негодяй на москвиче-универсале отказывается везти в больницу пострадавшего, за что получает от бывшего десантника заслуженную оплёвуху. Николай, ты что, с ума сошёл? Ничего, всё нормально. Вы заметили, в этой кинокартине снялся москвич следующего поколения. Машины с индексом 408 попали на конвейер в 64-м году. Именно этой модели довелось стать миллионным автомобилем завода малолитражных автомобилей. Принципиально новые обводы кузова, оригинальный по тем временам дизайн. 408-й стал первым советским автомобилем, подвергнутым краш-тесту. Заключение экспертов. Машина соответствует европейским нормам безопасности. Но вскоре случился международный конфуз. Было такое. Значит, когда мы назвали «Москвич-408», то проявила недовольство фирмы «Пижон». Как оказалось, она в этих номерах своих запатентовала цифру ноль посерединке. Ну, мы ушли из положения, и для экспорта наш автомобиль назывался «Элита». Французов можно было понять. 408-й «Москвич» выглядел франтом-выскочкой и мог спровоцировать передел европейского авторынка. Особенно с учетом привлекательной цены, по которой автоэкспорт отпускал его иностранным дилерам. Кстати, в Бельгии не только продавали, но и собирали советские малолитражки под маркой «Скалдия». А вот праворульный «Москвич» – доказательство поставок в Англию и на тот момент еще левостороннюю Швецию. Экспортные машины внешне отличались четырьмя круглыми фарами и шильдиками с латиницей «Москвич». А также особо тщательной сборкой и регулировкой. Таков уж российский менталитет. Главное перед заграницей не опозориться, а для себя сойдет что попроще. Под лозунгом «Советское значит лучшее» возникали заведомо провальные проекты. «Москвич-турист» – кабриолет для беззаботных плей-поев. Но ведь подобной прослойки населения в СССР не существовало. А заграничные прожигатели жизни предпочитали более престижные бренды. Зато внутри «Союза» 408-е шли на расхват. И в милиции служили, и на неотложные вызовы больные поищали. Но эйфория вокруг «Москвича» постепенно пошла на спад. Еще недавно столь желанный 50-сильный мотор уже выглядел архаизмом. Накопились претензии к тормозной системе, подвеске, уровню шума. Главной же бедой стало технологическое отставание производства. На этих кадрах рабочий вручную при помощи шлифовальной машинки доводит до ума двери «Москвича-407». Так как это было принято на заводах «Опеля» в 30-х годах. Эти же дедовские приемы перешли на машины следующих поколений. «Москвич» не имел современных технологий. «Москвич» изготавливал свои детали, как у нас шутили на заводе, на станках, на которых Гитлер ковал победу своего рейха. Ссор из избы не выносили. Внешне все выглядело оптимистично. В 67-м году заводу присваивают имя «Ленинского комсомола», и отныне он зовется «АЗЛК». На конвейер встает очередная базовая модель. Половину мощнее предыдущей. «Москвич-412». Зверь-машина. На ней не ездить, летать можно было. Я вспоминаю, как обкатчики, выезжая с территории завода, они стартовали с пробуксовкой. Ни один советский автомобиль этого не мог сделать. «412» являлся советским резидентом в прямом смысле слова. Исконный гражданин страны, живущий по ее законам. Короче, свой, местный. Привычный к плохим дорогам, отсутствию сервиса, скверному бензину. При этом важнейшие характеристики «Москвича» находились на должном уровне. «412» был «Москвич» единственный в то время автомобиль Советского Союза, который был, если можно сказать, хорошим или отвечающим требованием всем по европейским нормам того времени. Это точно, без всяких хвастовства. Это так, и безопасность, и экологичность. Ведь вот двигатель был настолько оригинальный и хороший, многие считали, что это БМВ. Тормоза были хорошие, травмобезопасная рулевая колонка, сидения удачные были сделаны, и ремни безопасности. Успех закрепили и расширили. В городе Ижевск вырастает завод «Дублер», рассчитанный на выпуск 220 тысяч москвичей в год. Новейшее технологическое оборудование закупалось в Германии и Франции. Активное участие в запуске автозавода приняла фирма «Рено». На тот момент она владела самыми прогрессивными техпроцессами производства легковых машин. Новое предприятие дислоцировалось в городе оружейников и подчинялось Министерству оборонной промышленности. Так что культура труда, по крайней мере в первые годы, на Ижавто была не хуже, чем на военных заводах. Успехи младшего брата на АЗЛК воспринимались не без ревности. Ижевцы посчитали, что они ухватили Бога за бороду и решили, так сказать, делать нечто свое. Благо, так сказать, министерство совсем другое. В результате, так сказать, получились очень безликие автомобили. Если об эстетике «Ижкомби» можно поспорить, то функциональность этой машины была неоспорима. Кузов типа хэтчбэк приобретал все большую популярность, так что ижевские конструкторы вовремя вписались в модный тренд. Еще один момент, вызывавший у сотрудников АЗЛК раздражение. Производство двигателей передали на Уфимский авиамоторный завод. Зачем? В Министерстве авиационной промышленности создали управление по производству автомобилей. Ну, дурацкое решение. Зачем? Лучше бы эти деньги нам дали, а нам не дали. Несмотря на требования московских конструкторов, уфимские моторы ни разу не модернизировались. За четверть века производства. Вот такая получилась неуклюжая межведомственная интеграция. Суммарный годовой выпуск ижевских и столичных москвичей держался на уровне 350 тысяч штук. Но потребность в машинах подобного класса была втрое, а то и в четверо больше. В 66-м году на высшем партийно-правительственном уровне принимается решение купить у капиталистов автомобиль вместе с заводом. Да еще в кредит. Не лучше ли было бы эти деньги пустить на создание собственной машины? Идея благородная. Вот только быстро вернуть кредит можно лишь за счет экспорта автомобиля. А продавать за рубежом копии знакомых там машин проще, чем выводить на рынок неизвестную модель. Кроме того, разработка нового автомобиля занимает 5-6 лет. За это время такие проценты набегут. Выбор народного автомобиля страны советов поручили специалистам научного автомоторного института НАМИ. Кандидатов было несколько. Форд. Пежо. Рено. Но товарищи из промышленного отдела ЦК КПСС рекомендовали присмотреться к итальянской машине. Что и понятно, ФИАТ-124 завоевал звание МИС-автомобиль 67-го года. Вольно или невольно, все испытуемые машины сравнивались с «Москвичом-412». Он уже был, конечно, не того уровня. Эта машина была непрестижная и некуэнтоспособная. А ФИАТ был, конечно, лучше намного. Несравнимо лучше. Но первые же километры дорог Дмитровского автополигона сбили лоск с итальянской красотки. Испытатели не верили своим глазам. Вот это лучшая легковушка страны света? Ну, стал автомобиль разваливаться на глазах. Через два месяца его сложили в мешок, можно так сказать, и отправили обратно на ФИАТ. Посыпалось абсолютно все. Силовая установка, ходовая часть. На фотографиях видно, что происходило с кузовом. Он просто расползался, как гнилая телогрейка. Но попытки убедить руководство страны отказаться от итальянского суперкара были пресечены лично Леонидом Ильичем. А Брежнев сказал, что нет, будем покупать у итальянцев. А если там что-то плохо, вот пусть сотрудники нами доведут. Помните сказку «Каша из топора» про то, как к несъедобному колуну добавили различные приправы и получили достойный продукт. То же произошло с ФИАТом. Русские инженеры за полтора года провели огромную работу, заставив итальянцев переделать машину. Практически новый мотор, модернизированная тормозная система, кузов повышенной жесткости, сотни изменений в деталях и узлах автомобиля. Из внешних отличий утопленные травмобезопасные ручки дверей, иные клыки бампера и фирменная эмблема, стилизованная под ладью буква «В». Тут итальянцы нашими руками и мозгами в основном создали новый автомобиль. Сначала у них было к нам отношение, по сути дела, такое, наплевать, что от этих вот русских можно получить. Но вскоре итальянцы убедились, советские инженеры дают полезные советы. Грех не воспользоваться. Кардинально переделанная 124-я модель, вобрав в себя многочисленные русские распредложения, производилась на испанском филиале концерна «Фиат». Без каких-либо дивидендов в пользу советских участников ее проектирования. Контрактам это не было оговорено, что за наш труд надо платить отдельно. Это было, конечно, большое упущение и урон для страны, можно так сказать. Зато в конструкцию русской машины итальянцы часто забывали вносить согласованные улучшения. Там доходило до казусов таких, что итальянцы говорят, мы ввели все изменения, что вы рекомендовали. Я говорю, позвольте мне разобрать этот узел и посмотреть. Дайте мне такие-то ключи и все. Начиналась некоторая сумятица. Стоила ли овчинка по имени «Фиат-124» столь дорогой выделки, что не было более достойных прототипов, проверенных на Дмитровском автополигоне? Было семь образцов, в том числе как раз вот и эта машина. И по результатам этих испытаний лучшие данные были не у «Фиата-124», а были у машины «Рено». «Рено-16» – лучший европейский автомобиль 66-го года. Разительно отличался от «Фиата» и внешне, и по техническим решениям. Прежде всего передним приводом, дававшим преимущество в управляемости машины. Белье на нем проехал не одну тысячу километров. Он лучше «Загулей». Прямо скажу. «Рено-16» был уже более перспективный автомобиль, чем «Фиат». «Фиат» – старый автомобиль, «124-й», тем более. Ведь итальянцы хитрые. Они полякам продали «125-й» автомобиль, который был уже лучше гораздо, чем «124-й». Политика взяла верх над техникой. Особые отношения КПСС с итальянской компартией поставили крест на перспективной французской машине. Более того, по каналам внешней разведки КГБ была запущена дезинформация об успешных переговорах с концерном «Рено». Это напугало итальянцев. Ставка по кредиту снизилась до мизерных 5,6% годовых. Сделка века состоялась. Возведение автомобильного гиганта шло ударными темпами. В недостроенных цехах разворачивались инженерные службы и конструкторский отдел. Монтаж оборудования продолжался днём и ночью. Цель этой гонки – выпустить первый автомобиль 22 апреля 1970 года. В тот день всё прогрессивное человечество отмечало 100-летний юбилей Владимира Ильича Ленина. Вроде бы даже собирались в этой связи дать машине название «Вилл 100». Были-то или не были лица – пойдите переразберись. Интерес к новому автомобилю был огромный. По доброй шофёрской традиции в нём прежде всего выискивались недостатки по сравнению с привычными москвичами. Правильно, только так и надо. Машина станет самой распространённой в стране. Появится во многих семьях. Тольятти будет выпускать их 2000 в день. Поначалу не нравилось буквально всё. Ну, например, наши автомобили всегда оснащались гаечными ключами на 12 и на 14. И вдруг на тебе. В шофёрском наборе тольяттинской новинки лежит ключ на 13. Чёртовщина какая-то. А вот ещё щётки-дворники, которые отстёгивались от поводков лёгким движением руки. Это же бесплатный подарок любому проходимцу. Жаркие диспуты вызывало название машины. Кто назвал «Жигули»? Кто дал название «Жигули»? Скрывая, до сих пор не сознаются. Так что же предосудительного в этом названии? Да потому что «Жигули» звучит созвучно «Жигулё». А «Жигулё» – это «сутенер» по-французски. Ну, кто ж такие названия может дать? Впрочем, далеко не каждый гражданин СССР владел языком Виктора Гюго. «Жигули» вскоре прозвали «единичкой» по последней цифре заводского индекса ВАЗ-2101. А на экспорт волжские машины пошли под древнерусским женским именем «Лада», «Мила» и «Лаконично». Развеялись опасения по поводу недостаточной мощности «Единички». Со своими 64 лошадками она была динамичнее 75-ти сильного «Москвича». А ещё оказалось, что необязательно все выходные напролёт чинить свой автомобиль. Гораздо удобнее заехать на фирменный автосервис, где профессионалы с новейшим оборудованием найдут и устранят неисправность. Заочный спор между «Жигулями» и «Москвичом» был ярко обыгран в знаменитой кинокомедии «Ильдара Рязана». Эй, вы куда? Вы за что меня заставили? Авантюрный автопробег из Москвы в Ленинград завершился убедительной победой марки «ВАЗ». Кстати, это уже была трёшка. Более мощная, люксовая модель «Жигулей» с индексом 21.03. Её производство началось в 72-м году. Годом раньше «ВАЗ» приступил к выпуску «Жигулей» комби «Мечты дачника», «Рыбака» и «Туриста». Ну а что же о ЗЛК? Неужели столичные инженеры спасовали перед волжскими коллегами? Уже были построены образцы 353, так называемые. Это автомобили, которые получили хорошую оценку наших испытателей. Этот автомобиль стал просторнее и мог занять нишу между старым «Москвичом» и «Волгой». Но был ещё путь более короткий, просто модернизация 412-го автомобиля. Этот путь завёл АЗЛК в тупик. Перелицовка морально устаревшей машины продолжалась до середины 80-х годов. Замена ручек, решёток и фонарей лишь подчёркивала старомодность кузовных обводов. А непростые отношения с поставщиками двигателей и других важных услов ставили крест на серьёзной модернизации «Москвича». И всё же предпринимались попытки вырваться из порочного круга. Там была такая табличка, написано «Меридиан». Вот этот автомобиль внешне немножечко походил на шведский СААП. Знаете, такой автомобиль? С форсированным двигателем. Великолепно всё. По тем временам мы его хотели поставить на производство. «Меридиан», который мог бы возродить величие АЗЛК, был замечен руководством страны. Это произошло на показе новых моделей автотехники, организованном для председателя Совмина СССР. Вот чего там Косыгин был недоволен конструкцией этой «Чайки». И вдруг поворачивается, вот это дословное им говорит. Вот видите, как у иностранного автомобиля сделано. Министр подошёл ему и говорит, что это не иностранный, это новый москвич. Как москвич? Дальше эмоций дело не пошло. Демонстрационный образец «Меридиана» долгие годы отстаивался в музейных экспозициях, пока не нашлись энтузиасты, которые поставили его на ход. Специально для нашего фильма. За что им респект и уважение от всех, кому интересна история колёс страны Совета. Ещё одна быль, в которую трудно поверить. Во время командировки на фирму «Порше» заместителю главного конструктора «АЗЛК» предложили организовать в Москве выпуск модели 924. Мы предлагаем вашему заводу вместо вашего нового автомобиля ставить на производство эту машину. Я говорю, вы знаете, я не уполномочен решать такие вопросы. Я только по приезде могу передать это ваши слова нашему министру. Производить в СССР легкомысленное купе с максималкой 200 км в час реакцию министра автопрома можно было предугадать. Он надулся и мне говорит, вот что, я это доложу Косыгину, а ты, Павел Иванович, не смей никому ничего об этом говорить. Тем более студентам, я знаю, что ты преподаешь, студентам тем более нет. Всё, понял? Я говорю, я понял. Тем временем завод в Тольятти вышел на плановый режим производства. Миллионный ВАЗ появился менее чем через три года после запуска завода. А уже в 80-м приветствовали 5-миллионную Ладу. Ни один советский автопроизводитель не мог и мечтать о таких объёмах выпуска. Но сформулированный Энгельсом закон перехода количества в качество на территории Волжского автозавода дал осечку. Ну, это из-за того, что стали отступать от документации, которая была утверждена вот этими испытаниями. Материалы не те применять, не ту технологию. На первых образцах этого не было, потому что много итальянского там комплектующих изделий было. И потом культура производства совсем иная. Ещё одна беда. Через проходную ВАЗы тащили всё, что под руку попадалось. Столь массового грабежа советский автопром ещё не знал. Там были такие специалисты по борозду, которых, по-моему, и свет не видел. И всё же Волжский автозавод имени 50-летия СССР делал лучшие в стране автомобили. Вот эти «Жигули» простояли в боксе 25 лет. Гараж в начале 80-х годов ушёл под землю из-за осадки грунта. Вызволенный из плена ВАЗ-21011 со старыми волгоградскими номерами снова в строю. После четверть вековой консервации понадобилось очистить кузов от толстенного слоя пыли, провести регламент мотора и залить в бак свежий бинзин. Славу «Жигулей» первых лет выпуска, узаконенную знаком качества, с «Вилона нет» неоправданно долгое пребывание на конвейере. Некогда весьма удачные машины нынче заслуживают лишь обидное прозвище «Тазики». Но пока есть спрос, будет и предложение. Чем же завершилось противостояние АЗЛК и ВАЗа? В середине 80-х эти два завода вновь включились в борьбу за покупателя «Москвич Олега» против «Лады Самары». Но наступили иные времена со своими законами, ценностями и приоритетами. Эпоха колес страны Советов уходила в прошлое. По дорогам бывшего Союза продолжают бегать старенькие «Жигули» и «Москвичи». Изрядно потрепанные, они готовы и дальше служить своим непритязательным владельцам. На территории завода имени Ленинского комсомола нынче выпускают машины с ромбиком «Рено». Четвертая часть акции «Автоваза» принадлежит все той же французской корпорации. Считается, что это поможет возвращению «Лады» в клуб ведущих автобрендов Европы. Отвергнутый четыре десятилетия назад французский претендент «Рено» взял реванш над итальянским эмигрантом «Фиатом». А попутно поставил точку в судьбе советского резидента «Москвича». Вот такой исторический курьез. Редактор субтитров А.Семкин